Ну, самое интересное, наверное, в Иране произошло. Ну, да. Да, наверное, самое интересное в Иране. Столько было разговоров про Третью мировую войну, но в итоге граница утерлись, и ничем это не закончилось. Вообще, не знаю, сейчас смотрю новость. Госсекретарь США заявил о навсегда утерянном для Украины Крыме. Вот, интересно, интересно. Вот, вообще, 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 американцы, да, не знаю, какую умную мысль? Ро, скажи какую-нибудь умную мысль, чтобы начать, скажи какую-нибудь умную мысль. Ну, тупые. Ну, тупые американцы, я согласен. Вообще, это интересный момент. Мы практически ничего об этом не знаем, а в Иране массовые протесты были и продолжаются. И до сих пор непонятно, сколько в этих протестах погибло народу. То есть, по некоторым сведениям, там погибли буквально тысячи. Другие говорят, что это пропаганда американская, реально там несколько десятков погибли. То есть, от того, что там были массовые расстрелы, до того, что, значит, просто некоторые случайные жертвы. Иранский режим, с ним происходит что-то действительно странное. То есть, в принципе, если вы посмотрите, например, на демографию Ирана, вы увидите, что это демография, ну, Германии, грубо говоря. То есть, рождаемость в Иране, она, ну, примерно на уровне Ирана, на уровне вот каких-то, там, не знаю, Швеции, причем именно коренной Швеции. То есть, эта страна не имеет уже ничего общего с тем Ираном, каким он был в 70-е годы, когда там средняя фертильность была 7-8 на женщину, да, когда это была стандартная страна с очень низким уровнем образования. Шаха любят хвалить, но если мы посмотрим на, например, образовательную политику Шаха, да, ведь даже к моменту исламской революции там около половины населения Ирана была неграмотной. Ну, значит, сейчас такого уже даже близко нету. Иран, несмотря на весь исламизм, несмотря на, значит, несмотря на таких аятул и все прочее, он превратился в принципе вполне себе развитое государство. По крайней мере, в плане уровня образования, да, в плане уровня образования, в плане, например, выбора количества детей. Это государство, которое, в общем, уже не очень сильно отличается, ну, скажем, от той же России. Да, конечно, иранцы хуже образованы в среднем. Конечно, иранская культура, при том, что это великая древняя культура, она не играет той роли, какую играет там культура русская или какая-нибудь японская или английская. Но, тем не менее, да, страна очень похожа на европейские страны и во многих отношениях больше похожа на них, чем на страны арабские. А если в арабских странах есть постоянная проблема в том, что арабы не идентифицируют себя со своей страной, а идентифицируют себя либо с арабским миром в целом, либо еще чаще с религией. Да, то в Иране ничего подобного. Иранцы отдельный совершенно этнос, и они себя ассоциируют в первую очередь со своей страной. Религия для них уже второстепенная, ну, а что касается какого-то общего мира, то они себя воспринимают как самодостаточную цивилизацию. И режим Айотол, который базируется именно на религиозном подавлении, на религиозной идеологии, на исламе, в конце концов, да, он все больше и больше подтачивается вот этими двумя тенденциями. С одной стороны, то, что персам все больше и больше интересует культура, ну, культура действительно древняя, там великая, понятно, все времен какой-нибудь Кира Великого и прочих. А с другой стороны, то, что Иран все больше и больше напоминает европейское государство, при этом это государство бедное, хотя в нем много нефти, хотя в нем довольно образованное население, хотя в нем относится низкая рождаемость, при этом в том государство бедное. И это все больше и больше раздражает местное население. Так что, видимо, иранский режим, он все-таки не вечен, и тот, ну, очень такой слабый, в общем, ответ на убийство Субимани, который мы видим со стороны Ирана, там просто, значит, по пустым базам сбросили несколько болванок. В общем, это говорит о том, что иранский режим реально боится войны и реально боится эскалации. Потому что считает, что любая эскалация, любое нарушение равновесия приведет к тому, что этот режим развалится. Ну, это довольно такой интересный момент. Вот, не знаю, мне кажется, что это интересно, естественно. Кто-то думает, что это может быть в этом? Я лишь хочу отметить такой момент. Очень много было истерики на тему того, что американцы сошли с ума, убив важного там иранского генерала и так далее. Трамп, видимо, поехал головой, у него деменция, он хочет войны. Тут надо понимать, что иранские власти придерживались в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Ну, назовем его так, да, это не сирийская война, там ведь на территории Ирака бои шли и так далее, и там много участников. Иранцы до последнего придерживались тактики поручика Ржевского, которая, ну, про то, что можно добиться желаемого, а можно и по морде получить. Ну, да, да, да. И они до последнего, то есть, да, они рисковали, но они шли на большую-большую эскалацию, действовали крайне нагло, но при этом у них все получалось. Пока они получили помойки. А тут, да, тут, грубо говоря, ну, в какой-то момент это надоело и американцам, и израильтянам, естественно, в первую очередь. Да, то есть, израильтяне наносят очень давно уже удары по позициям в хизбаллы и так далее. И, да, американцы просто решили, видимо, немножко снизить амбиции иранцев, вот таким образом уничтожив главу КСИРа, просто нагло, абсолютно на шоссе в Ираке, просто напомнив, что в Ираке хозяева не иранцы, и что американцам решать, кто может ездить по иракским дорогам, а кто не может. Я сейчас не говорю, что я одобряю эти действия, я сейчас говорю про то, что, ну, там ситуация такая. Ну, да, но здесь надо заметить, что этот самый Сулеймани, он занимался таким имперским проектом Ирана, и его убийство это во многом символический момент, да, в общем, имперские амбиции Ирана, они во многом с убийством Сулеймани похоронены. Ну, ведь была такая идея, мегапроект, значит, шиитового полумесяца, который начинался бы в Сирии, ну, в Сирии, как известно, правящая верхушка это Алавиты, которые очень близки к шиитам. Вот, значит, потом он шел бы через Ирак, где, опять же, преобладают шиитовое население, и потом с юга у Ирана он выходил бы в Йемен, ну, и кроме того, вот прибережные территории Саудовской Аравии, где добывается основная часть нефти, там тоже преобладают шиитовое население. Вот такой мегапроект создания шиитского мира, в таком смысле, вот, и этот проект, он, в общем, как мы видим, ну, не особо получилось. В какой-то момент казалось, что он пренутпешен, мы видели, как йеменские повстанцы, значит, борются с саудовцами, мы видели, как, мы видели, кстати говоря, восстания на побережье Персидского залива в Саудовской Аравии, там были крупномасштабные восстания, про которые, на самом деле, тоже не очень много чего известно, известно только, что были эти масштабные бомбия. Мы видели, что в Ираке фактически правительство перешло под контроль шиитов, очень близко к Ирану, и мы видели, что в Сирии, да, Асад, значит, тоже смог победить всех террористов. Но проблема заключается в том, что в Ираке действительно американцы показали, кто в доме хозяин, в Йемене, в общем, ну, ничего особо не происходит, Йемен, Йемен, он просто отвлекает силы саудовцев, все внутренние волнения в Саудовской Аравии подавлены, напротив Саудовской Аравии она пытается снова, значит, начать новый план развития. Ну, а что касается Сирии, то Сирия, в общем, поделена между русскими и турками, и у Асада основная проблема, как выстроить свои отношения теперь с Путиным и Эрдоганом, в общем, далекий Иран его мало интересует. Ну, кстати говоря, в Ливане, в том же самом, тоже массовые протесты против действующей власти, тоже близко к Ирану. В общем, короче говоря, вот здесь этот имперский проект Ирана, он благополучно развалился, ну, или, по крайней мере, он сейчас находится в глубоком призме. Да, и это, в общем, довольно характерный момент, что Трамп, который пришел, как, с одной стороны, человек, который, конечно, хочет уйти отовсюду, а, с другой стороны, как такой человек, который готов к жестким решениям, он, в общем, оказался действительно готов к жестким решениям, и эти жесткие решения, ну, в каком-то смысле, сыграли. Сыграли свою роль, сыграли свое значение. В общем, что...